и как вы думаете для чего мы готовимся у одной нашей сестрички сегодня юбилей юбилей и потому мы просим наталью выходить у нас сейчас будет поздравительное слово для тебя мы прочитаем слово боже это от матвея 514 как мы привыкли на молитвенном служении одним глазом читать потом молиться на основании этого слова вот сейчас мы так и будем делать и пожалуйста во имя господа иисуса вы свет мира не может укрыться город стоящий на верху горы и зажегший свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечники и светит всем в доме так да светит свет ваш пред лицом чтобы они видели наши добрые дела и прославляли отца нашего небесного не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить ибо истинно говорю вам да коли не придет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все и так кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей тот малейшим наречется в царстве небесном а кто сотворить и научит тот великим наречется в царстве небесном наше пожелание что там где ты находишься воскресной школе или на своей работе мы желаем что ты была великое царствие божие что ты научила так как слово божие говорит слава господу за за бога и за его слово и вот такое пожелание прекрасно от нас выходи сюда мы сейчас втроем помолимся а а вы все простирайте руки пожалуйста а мы вот слово божие это ведь благословенно и молитва благословенна слава господа будем молиться возлагайте руку господь мы благодарим за свет который сияет в жизни мы благодарим что она свет для этого мира мы благодарим тебе господь спасибо тебе господь что она соль для этого мира мы благодарим господь что она сияет во сме я уже так духовно готовилась думаю сейчас же пастор вызовет спросит ну что желаешь за что молиться я уже так в голове думаешь я желаю я-то не озвучила а вы все прям слово в слово как будто вы со мной шли из дома я думаю я скажу я желаю жизни вот просто жизни и вдруг я слышу вы говорите пусть будет жизнь жизнь пусть будет потом я думаю но еще я скажу чтобы я была той же солью и тем же светом который уже есть в тебе и вдруг я слышу вы говорите пусть она будет тем светом ну прям один в один да вы знаете вот к своим двум пятеркам могу сказать такую вещь я долгое время завидовала святой завистью христианам которые светятся изнутри вот когда ты общаешься с христианами потому что за все эти годы 28 лет уже в боге и столько конференций было столько разных встреч молитв ты встречаешься с разными людьми и ты чувствуешь иногда вот в ком это искренность в ком что-то живет такое что вот смотришь на понимаешь что это не наиграно вот это я все время думаю ну что то господь я тоже хочу так хочу я не хочу лукавить притворяться улыбаться не хочу это все вот хочется тот свет вот ту свободу и вот на сегодняшний день я могу сказать что слава богу я ее приобрела слава господу я приобрела эту свободу я вошла вот в эту свободу от господа я вошла в эту любовь от господа и знаете когда когда перестала контролировать какие-то вещи да когда перестала ну что-то вот свое все время с таким настойчивость у какой-то своей но когда вот полностью доверилась богу полностью доверилась доверилась и в долготерпение наверно вот так можно сказать потому что после моего диагноза дьявол долгие долгое время еще атаковал но когда ты в доверии живешь перед богом то он тебя посещает великой любви и милости потому что бывают ситуации когда ты ничего вообще сделать не можешь и ты просто отпускаешь эту ситуацию в доверии к богу я очень благодарна богу что он посадил меня в этом пансионате вы не представляете как я люблю этих людей вот это такая любовь простите меня я вытираю им попу в такой любви я просто сама поражаюсь в какой любви она от меня просто бурлит к этим людям я вытираю попу и благословляю и все время молюсь и все и я чувствую такую силу внутри что я пошла устроилась еще в один пансионат представить я уже в двух пансионатах работаю слава богу и просвидетельствую что вот в этом пансионате незрячих здесь шесть отделений да и знаете что делает господь это вообще я потом спросила людей было ли место вообще такое в этом пансионате мне сказали что это впервые каждое утро вот в этом пансионате что вы идете мимо до начинается так что женщина через рупор говорит на весь пансионат так как они незрячие да она объявляет на весь пансионат какой будет завтрак какой будет обед какой будет ужин кто сегодня идет на какие кружки там на физкультуру туда на керамику туда 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 и это слышит весь пансионат и вот однажды в один день вдруг звучат такие слова пациенты отделения 32 который я хожу вот так по коридору и благословляю вот так каждую дверь где живут пациенты пациенты выражают огромную благодарность своим апропетаем которые обслуживают и это было настолько для потому что никогда в жизни не было чтобы на весь пансионат сами пациенты выразили благодарность а это понимаю что один человеку насоляет все чья это работа вот и теперь я еще устроилась мышцем все это же вот я там уже пару раз была и я смотрю опять господь через меня но такую любовь к этим бабушкам хотя и с деменцией ну и я понимаю вот бог просто открывается как он любит нас как он тогда любит нас я вижу через это поэтому благодарю мою церковь благодарю пастыря где мы растем где мы утверждаемся где мы пускаем корни я вижу насколько мы разные понимаете насколько мы разные но к каждому каждой этой разности господь научил меня с уважением относиться любить ценить молиться и ожидать свое время бокс каждым совершить свою работу во имя иисуса слава господа за свидетельство действительно свет и соль слава богу